Разговоры о том, что надоели китайские автомобили и скорее бы вернулись привычные марки сейчас можно услышать от многих автолюбителей в нашей стране. Но стоит задуматься, кто действительно верит, что популярные марки скоро вернутся. Думаю, никому не нужно объяснять, почему японские, европейские и корейские автопроизводители покинули наш рынок. Они явно не хотели этого, но были вынуждены. Например, французская Renault не была в восторге от ухода из нашей страны. Во-первых, Россия была вторым по объему продаж автомобилей Renault в мире, и после ухода они потеряли около 30% прибыли, что серьезно ударило по компании. Во-вторых, французы зарабатывали большие деньги на автовазе, используя европейских поставщиков запчастей. Более того, они безвозмездно передали московский завод, где теперь собирают москвич. Возвращение популярных марок также маловероятно. Toyota, например, не вернется на свой завод в Шушерах под Санкт-Петербургом, так как он теперь принадлежит нам и используется китайскими производителями. Завод Шушер и Авто будет выпускать под маркой Aorus премиальные китайские автомобили, что не лучший выбор, так как у нас уже достаточно таких обрусевших китайских автомобилей. В Подмосковье на бывшем заводе Mercedes-Benz теперь собираются китайские кроссоверы Exit VX и TXL, которые будут продаваться под новой маркой Maxit, чьи активно создают суббренды для усиления своего влияния на рынке. Единственный производитель, сохранивший свой завод — корейцы. Они передали его нашей компании и продолжают выпускать свои автомобили под новой маркой Solaris. Однако цены на эти автомобили остаются высокими, что снижает спрос. Завод в Калуге, где раньше производились автомобили Volkswagen и Skoda, немцы также продали нам, что намекает на их нежелание возвращаться. В Европе тоже наращивается производство дешевых китайских электрокаров. Мир на пороге Третьей мировой. Это лето изменит облик нашей страны и всего мироустройства. На фронтах активно развиваются события, а крупнейшая налоговая реформа в истории РФ лишь подливает масло в огонь. С августа на бывшем заводе Volkswagen начнут выпускать китайские автомобили Cherry и Amoda. На первом этапе планируется сборка кроссовера Cherry Tiggo 7 Pro Max и Amoda C5. Возможно, позже добавится сборка автомобилей марки Как. Преимущество сборки Cherry и Amoda в России — это локализация производства, что должно снизить стоимость автомобилей. Однако китайцы могут снижать цены и без этого, как они делают у себя. Возвращение популярных марок выглядит маловероятно. Если Cherry и другие китайские марки укрепят свои позиции, они не уйдут. Продавать обратно европейцам их бывшие заводы наше правительство вряд ли сочтет нужным. Европейские партнеры уже показали свои отношения, и в будущем они могут поступить так же. Китайцам также нельзя полностью доверять, но сейчас они с нами сотрудничают, а не европейцы. А как считаете вы, придется ли пересаживаться на китайские авто? Пишите в комментариях!